Какие-то у тебя слишком громкие айрподсы. Приветствую, приветствую, рад тебя видеть. Какой-то ты не особо счастливый, мне показалось, что после посещения такого великолепного мероприятия в таком шикарном отеле с таким прекрасным буфетом, ты должен быть светящимся и веселым. Но ты какой-то грустный и усталый. Да, милочек. Видоизменюсь. Не особо сегодня выспался. Да, поздно работал, но в целом мне все прошло достаточно хорошо, приятно и мне понравилось. Поэтому настроение хорошее, постараюсь сегодня быть проактивней и рассказать можно будет. Из того, что еще не рассказали все возможные лица, которые там были. Давай я начну, в принципе, со своих ощущений от этой пресс-конференции. Я уже много об этом говорил и много об этом писал, и это не займет много времени. Я ничего не ждал от этой пресс-конференции, вообще ничего не ждал. Я прекрасно понимал, я тоже пытался людям объяснить заранее о том, что такое мероприятие программное, с презентацией стратегии, с огромным количеством людей, которые будут задавать вопросы, и, соответственно, малым количеством времени на эти вопросы, оно априори будет таковым, что на эти вопросы вместо ответов будут вот такие вот отговорки, отбивки, как колючие ежи, иголки наружу выставляют и отбиваются от нашествия вот этих вот журналистов, которые пытаются вместо того, чтобы достучаться до правды, узнать что-то интересное, откуда у вас деньги, а кто уволил Марка, а зачем вы 3 миллиона на него потратили, а вот то, а вот все, и вместо вопросов получаются какие-то обвинения, а на обвинения эти люди, соответственно, вместо ответов закрываются, а в итоге и плутник вообще сбежал. Это данность формата мероприятия, поэтому от него я особо ничего не ждал. Что было важно для меня, это то, чтобы эти люди, руководство локомотива заявило определенные вещи, которые до этого мы только предполагали, они это сделали и, в общем-то, заявили свои цели, заявили то, куда движется локомотив, представили Рангника, представили Гизделя и в целом пробили стену необщения, да, то есть, как я тоже об этом несколько раз писал, с декабря 2020 года, когда руководство локомотива вступило в должность плутника Леонченко, мы увидели ровно два общения с прессой. Это плутник, который пошел на матч ТВ к Черданцеву и Рангник, ой, господи, и Леонченко, который пообщался с Робинером. Все, больше ничего не было за уже практически год, да, 10 месяцев прошло. Это очень мало и, конечно, ну, локомотив не имеет права на проведение кардинальных изменений в своей структуре, в своих целях, в своем видении футбола, не объясняя того, что происходит. Это порождает массу вопросов, массу слухов и так далее. На данный момент, да, вот мы пробили эту стену, но если сейчас опять окажется то, что следующее общение будет где-нибудь в марте, это снова будет плохо и отвратительно, и в марте следующая пресс-конференция, она пройдет ровно в таком же ключе, в котором там за 6 месяцев накопились вопросы, будет бомбардировка, не будет никаких ответов, и у всех будет довольно странное впечатление от пресс-конференции. Но она прошла. Я вижу сейчас уже несколько вот брешей, которые пробиты за последнюю неделю, которых не было. Я связываю это с тем, что локомотив начал свою работу по пиару и крайне не хотел, видимо, пиарить локомотив Николича, потому что вот Семин, который будет на матче с Галтосараем, там куча фотогалерей, представления стратегии, там Леонченко, который пойдет сейчас к Казакову на программу и все в этом духе. Все это могло быть спокойно и в сентябре, и в августе, но этого не было. Зато есть сейчас. И никто меня не убедит в том, что вот эта вот программа, которая была представлена еще в мае, ну, по сути, да, из которой просто выкинули все лишнее, она могла быть готова только вот сейчас, да, только сейчас ее можно было презентовать. Нет, я почти уверен, что все это связано с уходом Николича, с появлением Гиздаля, и с тем, что вот эта вот реформа и выкидывание всех чуждых людей рангнику и появление всех своих людей немецких завершено. Вот таким я все это видел. Я очень жду встречи с болельщиками. Мне кажется, она будет более информативной, потому что там от Плутника будут уже добиваться конкретных ответов на более интересные вопросы. Теперь к Саше, который видел все это воочию, потому что мы только читали сводки от Саши, от Бориса, от других журналистов, которые там были, но не видели все это воочию, не видели каких-то нюансов, которые, может быть, Саша заметил. И я сейчас хочу, чтобы ты просто, ну, рассказал немножко о том, как все это происходило, как все это начиналось, как и было организовано, пока не в самой сути. Да, расскажи об этом. Ну, на самом деле, в плане организации, как мне кажется, все очень правильно, очень хорошо сделали. То есть в лобби отеля сначала все собрались, то есть большое количество журналистов, непосредственно главные действующие лица от пресса локомотива были сильно заранее. Рангник, Цорн, Плутник приехали где-то минут за 5-10 до начала. И на самом деле никто из журналистов их особо вначале не мучил, ничего не спрашивал. То есть первыми вопросами и темой обсуждения была именно трансляция, то есть можно ли стримить в онлайн, можно ли вообще с ним делать какую-то видеосъемку. Со стороны локомотива, как бы сразу сказали, что онлайн делать не стоит, нужно было согласовывать заранее, спрашивать. Поэтому, а по поводу видеосъемки и ограничений никаких не было, то есть снимайте, пожалуйста, выкладывайте контент потом. То есть на самом деле этот вопрос уже до начала пресс-конференции достаточно спокойно внутри все уладили. А исходя из того, что успелось послушать вот в этом лобби, какие-то выяснить эмоции настроивающих журналистов, то скорее настрой был о том, что вот, наконец-то нам дали слово, и мы сейчас у них спросим за все, за Траты, за Николич, за Рагника и тому подобное. Но на самом деле могу сказать, что скорее все эти такие агрессивные, не в плохом плане, а именно в качестве настроя и тому, как журналисты хотели, чтобы проходила пресс-конференция, оно абсолютно не оправдалось. То есть во время там вступительной речи и Леонченко, и потом уже Плотенко, когда он непосредственно рассказывал про слайды, то есть аудитория уже достаточно успокоилась, и как бы, наверное, острых вопросов в плане именно интонации и того, как это сдавалось, не было. Зал был отличный, слышно, всех было хорошо, отлично подготовили потоковый перевод, то есть у всех были наушники, в которых можно было выбрать, да, канал, можно было там слушать о неместном, по-моему, было несколько неместных журналистов, в том числе в зале. Там можно было выбрать Крайтер или Сасиева? Нет, переводчик был, да, не из клуба, но точно могу сказать, что он был достаточно хороший и понимал именно футбольные аспекты, но тоже коллеги уже в телеграм-каналах отметили, что с Ральфом было очень тяжело, потому что ему, как только задавали опрос, он сразу невероятным потоком слов, без вообще единой паузы, без каких-то любых проведлений, просто давал-давал-давал информацию, и, как мне кажется, переводчик в онлайн формате на лету не все успевал далеко, особенно когда там начиналось какие-то более сложные мысли от Ральфа, действительно он там пропускал по несколько предложений, но потом, когда вышел главный тренер, было видно, что переводчик достаточно хорошо готов. Так, давай я тебя проэкзаменую. Главный тренер, как фамилия? Давайте эти вопросы вот потом. Мы сейчас, у меня монолог. Хорошо, ладно. Кстати, журналисты сегодня с именем пару раз ошиблись, но никто ничего не поправлял. Хорошо. А еще было, да, достаточно забавно все хихикнули, когда переводчик перевел, как Дмитрий Ложков. Но в остальном все было достаточно адекватно, светло, отлично было всех слышно, как и из микрофонов, поэтому вообще никаких вопросов не было. Журналисты немножко задобрали подарками. Так, показывай, показывай. Кепочку и прекрасный партнер, не знаю, где лежит. А я поделюсь своей болью. Я ездил в Турцию в отпуск, я впервые в жизни решил, что мне нужен головной убор. У меня была черная кепка FCLM, черная. Единственный головной убор во всей моей 33-летней жизни, который мне понравился, и я ее оставил, судя по всему, в самолете. Ну, я много типа смотрю, да, ты закидываешь, она куда-то теряется. Ну, я, видимо, пока спал в этом перелете, она куда-то упала, и я просто забыл о том, что она у меня была. Это очень грустный момент в моей жизни. Скажи, меня вот такой вопрос интересует. Изначально пресс-суха должна была быть на РЖД-арене в пресс-кабинете, но ее перенесли в отель. Тебе показалось то, что журналистов было действительно много, и они не вместились бы вот в нашем пресс-секторе? Ну, вот в этой кабинке, я не знаю, как она называется. На самом деле я зашел достаточно рано, потому что мы с ребятами из Локовостока хотели... Попить в буфете? Занять места получше, я имею в виду, уже непосредственно в зал мы зашли, поэтому, то есть, насели одними из первых, но, как я понимаю, да, журналистов было достаточно много. Я сейчас пытаюсь вспомнить пресс-центр Локомотива. Несмотря на то, что я там один раз проводил пресс-конференцию, я так не сильно помню, сколько человек там может спокойно разместиться, но я думаю, что решение было правильным. Чтобы действительно было много журналистов. Я думаю, что было сильно больше, да. Окей. Около 50, наверное, я бы сказал, включая и фотографов, которые расположились потом по первым рядам, и те, кто занимались видеосъемкой, да, было много. Какие-то указания от пресс-службы заранее были, что-то такое, может быть, какие-то вам брифинги проводили, что можно спрашивать, что нельзя спрашивать, вот, ну, кроме того, что нельзя онлайн-трансляции вестись? Нет, вообще никаких ограничений не было. Я еще спрашивал, да, непосредственно у ребят, которые геограмм-каналы ведут и тому подобное. Вообще никаких ограничений заранее не было. Это был единственный момент, что уже во время пресс-конференции, когда было очевидно, что будет очень много вопросов, потому что когда первый раз дали поднять руку, подняли практически все. После этого Бедрев подошел и попросил ребят из Локово-Востока, я так понимаю, что он меня не знает или не узнал, но да, там попросил болельщиков не задавать вопрос, а именно оставить это журналистам. Насколько я понимаю, так же потом мы подошли и у нас в Нерване. А со стороны журналистов нет, не было никаких ограничений. Ну, я надеюсь, что все-таки болельщикам Локовостока, Ване Нерване и тебе, мы тебя обязательно отправим еще и на встречу с болельщиками, если она будет, ну, будет представлена возможность уже конкретно потерроризировать вопросами, раз не удалось задавать их сегодня. Я прекрасно понимаю, например, что если бы, если дали бы задавать вопрос Парису или Ване Нерване, то журналистам, которые и так, в общем-то, задали малое количество вопросов из тех, что хотели, они бы, наверное, совсем тогда сошли с ума, мол, что это вообще за балаган такой. Так что в этом плане, наверное, правильно, если в итоге встреча с болельщиками будет, и там уже можно будет задать более плотно свои вопросы и уж точно получить ответы, так как это было на предыдущих встречах с болельщиками. Окей, давай тогда уже по сути пресс-конференции пройдемся. Что понравилось, что не понравилось. Я так понимаю, пресс-конференция была в таком достаточно блоковом типе, то есть сначала блок, там, программа, которая представляет, не знаю, там, Плутник или Леонченко, потом блок такой, блок сякой. Давай тогда по блокам пройдемся, говори. Первым, по-моему, вот эту импровизированную сцену пригласили Плутника, который... Первым на сцену вообще, извини, вышел Казаков. Как тебе вот эта вот прекрасная идея? Ну, ввиду того, что я слышал его вступительную речь вообще дважды, потому что, судя по всему, вначале не записался звук, и уже после мероприятия его попросили еще раз со сцены повторить. Мне кажется, что... Ну, в целом, его роль в этом мероприятии была достаточно минимальной, поэтому неплохо, нехорошо, но, мне кажется, есть... Надеюсь, на встречу с болельщиками, если такого состоится, модератором, ведущим будет, конечно, кто-то другой. Ну, там вообще же не было никаких модераторов, ну, по крайней мере, на той встрече, что я видел, которая была в прямом эфире, там просто не было никого модератора, там сидел Плутник, и по очереди все задавали вопросы, потом по второму кругу, по третьему кругу, и так пока время не вышло, и нормально было. Как тебе кажется, Казаков, ведущий, это на что-то намекает? По крайней мере, вот сейчас уже говорят плотно, что Бедрев уходит из клуба. Возвращение великого Ильи Казакова в клуб, или это, ну, просто ведущий? Ну, возможно, это какое-то бартерное сотрудничество, потому что Ленчик, как мы теперь знаем, потом поехал на программу. Ну, блин, я не знаю, это, конечно, вот пишут про бартерный обмен, но я бы не сказал то, что вести вот такое мероприятие — это какая-то привилегия. То есть, скорее, не знаю, там, обязанность, не знаю, что это. Ну, насколько я еще понимаю по всяким подколам, которые были в том числе в лобби, и того, что Нобель периодически говорит там и в коммент-шоу, и прочих, то, что Локомотив не дает, не отвечает никому на запросы по общению. То есть, насколько я слышал, Нобель хотел сделать большую программу с Ральфом, и мне Локомотив вообще, по-моему, никак не ответил. Ну, это очевидно, это очевидно то, что внимание прессы к фигуре Рагника, оно велико, и многие бы захотели бы заполучить его пообщаться про Локомотив, но единственное, что мы видели, это вот это вот интервью про Лимит и все такое, да, то есть было некое табу на общение Рагника и всего этого блока, и вообще всех на свете в Локомотиве с прессой, что, конечно, не могло ни злить, ни бесить. Но, опять же, я высказываю свою мысль о том, что, как мне кажется, это было сделано для того, чтобы, не дай бог, люди влюбились в Локомотив раньше времени, да, то есть и так-то все любят Марка Николича и спрашивают, за что его уволили, а если бы еще и сильнее полюбили тот Локомотив, то сейчас бы вообще все плакали и стонали, а вот теперь можно, ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Ну, да, продолжение опять того же, получается, у Ильи Казакова будет вот этот эксклюзив, который, я так понимаю, выйдет уже сегодня после полуночи, не знаю, это будет в интернете или где-то еще будет транслироваться онлайн, поэтому, ну, мне бы не хотелось, чтобы он возвращался в Локомотив в качестве... Каком-либо. Наверное, да, в любом качестве. Что тогда интервью с Кикнадзе было довольно тяжело слушать, что я потом... Ты, ну, помнишь, вот это великолепное интервью с Геркусом, которое просто невозможно было послушать за раз. Когда засыпаешь. Да. Два человека, которые говорят в темпе примерно раза в два медленнее, чем мы с тобой. Да, потому что я говорю достаточно... Да, собственно, он, по сути, просто представил и дал слово плотнику, который уже непосредственно... Да. Начинал с плотника, он непосредственно уже показывал, переключал слайды и в какой-то степени их комментировал. Если честно, да, я сам в этот момент пытался совладать и с видеосъемкой правой рукой, держа стабилизатор, левой пытался писать в чат, какую-то онлайн-инфраструктуру вести, поэтому не особо прям вчитывался, потом уже посмотрел те слайды, которые сам жизненно фотографировал. Ну, по мне, это... Ну, как мне кажется, очень многие все еще до сих пор путают стратегию с презентацией стратегии. То есть я как человек, который, учащись в вышке, делал презентации ежедневно по много-много раз. Вот тем же журналистам... У вас тут написано, что вы хотите выйти в плей-офф Лигу чемпионов каждый год в течение следующих пяти лет. А что вы будете для этого делать? Ну, вот что для этого делать? Это как раз и является такой внутренней, в том числе коммерческой, наверное, какой-то тайной. И уже должно быть подробно расписано в большой стратегии, которая не имеет, по сути, ничего общего с презентацией. Тут, смотри, было еще вот это вот видео красиво уже после окончания основной части, в которой Плутника в том числе спрашивали по этой презентации. У меня, честно говоря, сложилось какое-то впечатление, что наш замечательный представитель совета директоров, Александр Альбертович, не совсем готов к какому-то вот такому прессингу. То есть он выглядел хуже, чем я на защите диплома, хотя я выглядел достаточно плохо. Ну, то есть вот как бы ощущение полнейшее того, что вот у тебя презентация на экране, и ты защищаешь некий вот этот вот свой дипломный проект, и человек, который не особо готов к тому, чтобы этот самый проект защищать. Да, когда ты купил диплом и как-нибудь быстренько за полчаса пытался с ним ознакомиться. Ну, вот у меня ощущение такое возникло. Вообще, когда презентацию сделал, не ты сам. Ну, тут я думаю, очевидно, что вряд ли Плутник сам таскал слайды. Понятно, да, я согласен, что презентация и стратегия – это вещи очень разные, но вот когда его спросили, а есть ли что-то за этими цифрами, есть ли что-то, да, то есть конкретный был вопрос. То есть у вас есть это в стратегии, как вы собираетесь? Он такой, ну да, у нас есть отделы, они все прекрасно знают, как им работать. Ну, то есть, честно говоря, я не очень уверен, что на самом деле существует этот вот документ многостраничной стратегии развития локомотива, как мне бы хотелось, чтобы она существовала. Но при этом, в целом, как человек, который писал стратегию развития московского футбола до 2024 года и защищал ее в Москомспорте, это настолько бесполезный, бессмысленный документ, который, ну, ты просто цели себе обозначаешь, к чему ты стремишься, а все остальное — это наполнение, которое, ну, просто наполнение, которое может с реальностью не коррелировать вообще никак, потому что 2020 год, год коронавируса, и все, что писалось с надеждой на то, что исполнится, абсолютно пошло по кочкам. Ну, да и даже если не брать коронавирусный год, у тебя слишком быстро все меняется в современном мире, и какие-то приемы, которые ты готов использовать сейчас, вполне возможно, куда-нибудь уже абсолютно неактуальны. Вот здесь, мне кажется, что именно как раз итоговые цели, они вот даже более важны. Действительно, как правило, стратегии — это красивые слова, но я думаю, что есть же стратегия там и внутренний кодекс РЖД, где тоже достаточно простыми банальными словами описаны и так понятные большинству людей вещи, и просто это вот какой-то, да, внутренний документ, который будет являться структурой, наверное, а вот те самые блоки, про которые, в том числе я говорил, плотник, что есть спортивный блок, за который отвечает Ральп, что есть там отдельный даже селекционный блок, который тоже немножечко, по интонации я помню, немножко обособлен даже от Ральфа, а блок, который будет отвечать за коммуникации, возглавляемые Кошкиным, ну и Леонченко как технический и, можно сказать, наверное, контролирующий все это. Ну и, соответственно, да, отдельный совет директоров, на которые тоже сегодня несколько раз отдельно ссылали. Понятно, что вот, наверное, в этом виде это и есть стратегия, что вот каждый блок должен понимать общее видение структуры клуба и из себя вытаскивать максимум, чтобы это в итоге привело вот к тем самым целям, которые были обозначены на слайдах. То X3 по внешним партнерам наполнения бюджета, то там вот эта фраза про стойность состава 2,1 доллара к каждому доллару. На рубль бюджета. Там то же самое касалось инфраструктуры. Достаточно был большой блок, и журналисты несколько раз об этом спросили. Прямого ответа не последовало, но Александр Абергович сказал про то, что мы собрали все рекомендации по той программе, которая была на сайте, их обрабатываем. Пообещал, что никаких жилых застроек, тема, которая активно впорствовалась в интернете, о том, что стадионский суд застроит жилой недвижимостью и распространяется за сотни миллионов евро. Говорит, что наоборот, слишком у нас маленькая территория, чтобы удовлетворить вообще все нужды академии молодежных команд, основной команды. И поэтому, что он непозволительно будет тратить на что-то еще. Нобель в этот момент начал говорить о том, что, ну как, то есть, хотел сказать, вообще не будет никакой коммерческой инфраструктуры, на что Плутник совершенно логично ответил, что вот, да, был пример про Динамо, что вот Динамо построил там много недвижимости вокруг стадиона, ее хорошо распродадет, на что Плутник абсолютно лимонно ответил, что торговые центры, находящиеся рядом, или какие-то кафе и прочие развлечения, это же тоже коммерческий сектор, который необходимо быть в временном стадионе, чтобы стадион был большей точкой притяжения не только болельщиков, но и вообще жителей Москвы. Тут, наверное, имеется в виду, что они будут именно в сам стадион, типа интегрированы, встроены у нас раньше и бывали в истории стадиона «Локомотив», различные вот едальни, и там локобоулинги, локофитнесы и все на свете, да, то есть, ну, что это не будет какие-то отдельно стоящий торговый центр на территории стадиона, в котором у тебя там шмотками торгуют и все такое, то есть, если все и будет, то, видимо, непосредственно интегрировано в стадион. Но, опять же, здесь меня, на самом деле, сильно этот вопрос уже начинает беспокоить, потому что все это должно было сделано быть еще, как мы понимаем, к концу мая, к концу сезона, да, потому что тогда впервые был поднят вопрос о том, может быть, мы переезжаем, может быть, не переезжаем, но оказалось, что не готово ни хрена. Потом это все должно было быть сделано к концу июля, к концу лета, когда собрали все предложения по территории Лока. Не то, чтобы там были какие-то гениальные и неожиданные предложения, о которых никто никогда бы и подумать не мог, но взял и ушел. Но, вернулся, но, ну, типа, сколько времени нужно? Уже середина октября. Я бы, честно говоря, хотел бы уже все-таки увидеть, что вы там собираетесь сделать на этом стадионе такого сложного, при том, что территория, ну, реально небольшая. Вы там много не придумаете, что нужно сделать. Вот стадион, еще стадион для Академии, еще Манеж, интернат, какие-то тренировочные поля, и все, у вас место закончилось. Как это можно вот уже сколько, ну, больше полугода пытаться все это придумать, я, честно говоря, не понимаю. Но, дай бог, что сделают что-нибудь хорошее. Еще одна вещь, которую тоже хотел бы отметить, да, кратенько. Это то, что все понятно, да, но это было зафиксировано на бумаге, это было произнесено то, что Локомотив собирается бороться за чемпионство, Локомотив собирается бороться за выходы в плей-офф Еврокубков, да, то есть многие опасались о том, что Локомотив это теперь ферма по выращиванию футболистов, которая таким образом будет пытаться выживать, что, конечно, было бы не совсем прикольно. И мы знаем, что такие фермы по выращиванию футболистов есть, они могут работать, да, когда ты просто покупаешь, просто продаешь, а на результаты пофигу. И таким образом существуешь, как Уфа, например, она с этого пытается жить, хотя в последнее время все хуже и хуже. Вот, но здесь зафиксировано, что Локомотив борется за места, борется за кубки, борется за Еврокубки, а продажа футболистов и таким образом наращивание общей стоимости, наращивание бюджета, это лишь средство для того, чтобы бороться за Еврокубки. Мне кажется, это довольно важно было, и хорошо, что это было зафиксировано и произнесено. Ну, как мне кажется, ну, лично у меня не было таких опасений, но, да, действительно, и в слайдах презентации, и потом то, что и... И ончинка, и плутник, и даже, да, и спортивный, и немецкий департамент говорили, да, действительно, об этом, что цели спортивные, они главенствуют здесь, что хотим добиваться результаты, хотим побеждать, и будем делать для этого все возможное. Сделаем клуб таким сильным, каким он только может быть. Следующий на сцену, я так понимаю, вышел Леонченко после плутника, и говорят о том, что его блог был самый такой конкретный, самый насыщенный, самый честный. Ты что думаешь про Леонченко? При том, что, ну, еще две недели назад казалось то, что судьба Леонченко висит на волоске, но он здесь, он представляет стратегию, он говорит о достаточно важных вещах, и на него постоянно ссылается плутник. То есть количество раз, когда плутник сказал задавать этот вопрос генеральному директору, оно просто неисчислимо. Да, в этом плане так и было, что действительно многое количество вопросов было адресовано изначально плутнику, но Александр Альбертович спокойно передавал право ответить Леонченко. И да, там был первый, один из самых первых журналистов был про кредиты, генеральный директор сказал, что да, действительно кредит брался, но это абсолютно нормально в современной операционной работе клуба, что этот кредит, да, был заложен изначально в финансовое планирование, вот, и, скорее всего, спокойно будет выплачен в начале следующего, а в конце следующего года также будет потребоваться еще один. Я так понимаю, что это достаточно легко делается, учитывая финансовые обязательства перед клубом, такие директорские задолженности, в том числе по траншу от Таланты за Алексея, и, возможно, закрыл ходик от Краснодара, то есть, насколько я себе это представляю, банки достаточно легко дают под такие вещи кредит, когда знают, что перед клубом стоит финансовое обязательство со стороны других лиц, которые, ну, очень большой вероятностью будут выплачены, и поэтому это нормально. В том числе там какие-то призовые от Еврокубков, мы же вполне понимаем, что клуб для того, чтобы хорошо подготовиться к этому Еврокубку, уже может прямо сейчас оперировать будущими призовыми, может их планировать, и на эти средства может брать кредит здесь и сейчас. Поэтому мне кажется, что это вполне нормально, и Леонченко в целом так и сказал. После был опять вопрос туда же про, правда ли, что у РЖД запросили еще 3,5 миллиарда, Лутник сказал, что, взял сам слово, сказал, что нет, это не так, я никогда об этом не слышал, действительно, какие-то... Путин сказал, да, что я об этом не слышал, а потом говорит, что сумма значительно меньше, это, я понимаю, перешло то, на что потом летчик отвечал, когда говорил, что инвестиционные деньги — это какие-то дополнительные средства. в том числе, наверное, на трансферную кампанию. Но в целом, да, по цифрам все было сказано четко, вполне адекватно. Да, про неустойку Марка также отвечал Леонченко, сказал, что при подписании контракта с хорошим специалистом всегда есть какие-то неустойки в случае расторжения, ну, действительно, он сумму не подтвердил, сказал, что мы цифры не комментируем, но то, что думал... Ну, и не опроверг. Да. Ну, я думаю, что скорее даже подтвердил. Что еще было конкретно от него? Да, сказал, вот тут же на тему стадиона и Баковки, да, вот он сказал, что именно как только мы закончим вот этот наш план и решим, что делать со стадионом, мы выберем, куда временно Локоптик переедет. Да, это был вопрос про то, что правда ли уже арендовали Лужники на 49 лет. То есть там прям четко звучало временно. Наверное, надеюсь, что так и будет. То вполне это хорошая идея переехать на какое-то время в Лужники. Про Баковку. Чтобы потом наблюнуть на GD-шку. Про Баковку я не считал это в твоем репортаже, вообще не видел, но потом я услышал, что вопрос про Баковку на самом деле был, вот на трансляции, на которой был Кирилл Брайдо. Вроде как что-то было про Баковку. Что? Ну, вот это был вот целиком один вопрос. На самом деле конкретики программ Паковки не было, что вот не было такого, что вот в декабре будет готово. Такого не было, сказали, что тренируемся в Лужниках, и вот инфраструктуру в Лужниках на данный момент клуб устраивает. Но я так понимаю, что работы в Баковке должны быть уже в какой-то завершающей стадии. Но они должны были быть в завершающей стадии еще миллион лет назад. Еще Василий Александрович Кихнат заблагодарили за прекрасные работы по... Видишь, ты меня так отчитываешь сейчас, как будто это я вот в смене презентовал, не знал, что журналистам отвечать. Это я еще не перешел вопросы про недвижимость в Болгарии. Да, это было очень интересно, мне понравилось. По Леоншенко, мне кажется, что достаточно важно зафиксировать, как, опять же, я понял, если я неправильно понял, то меня поправь. Был кредит у Локомотива. Его закрыли в начале этого года или там в конце прошлого года, но, в общем, неважно, его закрыли. И после этого взяли новый кредит, который будут закрывать уже точно так же. Все заложено в бюджете, обязательно закроют. И после этого возьмут там, опять же, новый кредит. И это вот история, которая длится уже миллион лет и прекращаться не будет, потому что это нормальная вообще история. И в целом, в целом, опять же, сначала Леоншенко, а потом Плутник говорили о том, что финансовое состояние Локомотива абсолютно стабильное. В том числе, кстати, потому что очень сильно сократили зарплатную ведомость. Ты вот как относишься к практике аутсорса? Блин, я думаю, что другого. С этого представления. Я к практике аутсорса, к своей повседневной деятельности отношусь великолепно. Я действительно даже ни разу не видел в жизни многих людей, которые уже давно со мной работают. И нет вообще никаких ограничений в современном мире ни по местонахождению, ни по знанию языка или жизни какой-то определенной территории. Вот это, кстати, то, почему я не понимаю, почему Локомотив не делегирует создание контента. Тоже много раз поднимали эту тему, что он... Индусам? Ну, не обязательно индусам, а просто те, кто в России круто делают любой футбольный контент. Ну, индусам можно вполне отдать сайт. Я уверен, что они сделают и билетку, и сайт за две недели. Прошлую билетку, мне кажется, и делали индусы. Просто футбольный клуб – это же какая-то вот такая очень теплая, ламповая история о том, что нужно болеть всей душой за то, что ты делаешь. А аутсорс – это бездушная машина, ну, сделали и сделали. Нет такого, что... Ну, наверное, в футбольном клубе есть, да. Ну, вот, когда была тема про аутсорса, ну, я, скорее, более негативно это слово воспринял в этом контексте, потому что мы сократили половину штаба, и потом вот, почему-то эта пауза, я так немножко, я оцепенил и понял, что из этого будет идти дальше, а потом, что отдали многие процессы на аутсорс. Ну, исходя из деятельности, которую сейчас ведет «Локомотив», наверное, пока не очень хорошо получается. Но мне кажется, здесь точно можно пока посмотреть. Понятно, что круто, когда работают свои, когда в Баковке работают повара, которые работают там уже 20 лет. Все другие знают, я там знаю прекрасную историю, как Гилерме и Чарли в конце прошлого сезона там просили и помогали поварам, которые работали в Баковке и за реконструкцию остались без работы. Ну, я думаю, что... То есть для футболистов, мне кажется, это важно, чтобы понимать, что там работать с одними и теми же людьми долгий срок. Но есть ли эти футболисты Бика и Анжерин, которые... Им, наверное, на данный момент ровно кто им готовит вкусный борщ. Поэтому надеюсь, что из этого получится хорошо, но я, наверное, не особо это приветствую. Но если это позволяет хорошо вести, улучшить финансовые показатели, финансовую деятельность, наверное, можно на это плюс поднести. Я очень скептически к этой вообще идее отношусь. Но какие-то вещи, конечно, можно отдавать на аутсорс, да, там создание графики, условно говоря. Конечно, есть замечательный, прекрасный Денис Бадаев, но в целом держать в штате постоянно графического редактора, вместо того, чтобы отдавать там пероста тех заданиям на аутсорс, ну, наверное, не самая... очевидная вещь. Но другое дело, да, когда у тебя там человек, который должен быть реально постоянно вовлечен в жизнь клуба для того, чтобы сделать нормальное интервью, например, да. Человек с аутсорса придет и будет спрашивать у Бика-Бика какие-то вещи, которые, ну, задаст, ну, человек, который вообще не знает о футболе, условно говоря. Ну, условно говоря. При этом ты говоришь о том, что если это поможет финансово клубу обрести стабильность, я этого вообще не понимаю, потому что процент, который платится в бюджете клуба на зарплаты сотрудникам, вот этим вот обычным штатным сотрудникам, ну, я не знаю, это 1% в лучшем случае от бюджета, да, то есть год, да что там, год, месяц какой-нибудь зарплаты Федора Смолова перекроет содержание, там, пяти отделов локомотива обычных сотрудников. Но это просто факт того, что в России 90% бюджета клуба тратится на зарплаты футболистам. Это, в принципе, мне кажется, вообще неправильная вещь. И я когда-то об этом общался, например, с довольно умным человеком Никитой Матвеевым, он сейчас вроде в РФС где-то работает, что, ну, такого не должно быть, что вот у тебя есть 90%, и люди, которые обслуживают эти 90%, они для футболистов кажутся просто каким-то вот этим вот мелким обслуживающим персоналом, чего не должно быть. Но это факт, это просто в России факт, поэтому я не очень понимаю, как можно сэкономить на то, чтобы клуб хорошо жил, не знаю, там, реформировав отдел пресс-службы, уволив человека, который получает там, ну, опять же, да, цифры с потолка, но, не знаю, 100 тысяч рублей. Ну, что, для футбольного клуба это просто случайно потратили и не заметили. Ну, странная идея. Тем более, что на аутсорсе, может быть, даже больше денег тратится. Окей, закрыли эту тему. Дальше, так понимаю, начался спортивный влог. Тэн-тэн-тэн, отсюда, например, сюда. Да, потом спросили у Плутника о том, какая вообще должность у Ральфа, работали непосредственно в структуре клуба. И на что Плутник сказал, что мне даже неудобно это обсуждать, когда Ральф сидит прямо здесь. И как бы Ральф поднялся на неправильную сцену, и уже пошли вопросы непосредственно ему. Эту тему я вообще, кстати, вообще не понимаю. Ну, то есть, какая к черту разница, имеет он должность в локомотиве или не имеет должность в локомотиве? Какая в этом разница? Я это читаю абсолютно в каждой статье о том, что, ой, смотрите, они не могут разобраться. Плутник говорит, что есть должность, а Ральф говорит, что он консультант. Какая к черту разница? Почему консультант не может иметь должность в клубе? У тебя есть какие-то, вот, может быть, предположения? Тебе это важно? Имеет ли Ральф должность в клубе или не имеет? На что это влияет? Мне бы, на самом деле, даже как-то в большей степени нет, но мне бы даже, наверное, было как-то лучше, если бы Ральф не имел должность в клубе, а вот действительно работал как то самое агентство. Я думаю, что в этом случае Ральф и его команда работают с локомотивом больше времени. И вот те же самые спекуляции про Нью-Касл, ну окей. Будет он проводить, как он сказал, я их сейчас провожу две недели из четырех в Москве. Ну, будет он проводить две недели в Москве и две недели в Англии. Ну, ничего особо этого не поменяет. И будет мечтать о том времени, когда он будет возвращаться в Москву. Да, потому что особенно летом. Это великолепный город, повторяюсь. Я вообще не понял практически ни одного вопроса журналистам Ральфу. Мне они были абсолютно неинтересны, особенно когда его начали дважды переспрашивать о том, а как называется ваше консалтинговое агентство. Ну, раз, мне ответно сказал, что мы там с Ларсом и Корнеткой его основали и вот так теперь будет. Потом именно а как называется, ну, не так это важно. и Ральф Скалрон тоже сам. Поэтому мне кажется, что вопросы были неинтересны, но я к этому моменту уже и не ждал. Явно было, что журналист не хватило громких заголовков после Плутника и Леонченька, и они начали выпытывать их у Ральфа, спрашиваю, а это вот вы у Коли Николича? Что-то там подобное еще. И когда обращались к Гиздалю? Когда позвонили к Гиздалю? Да, тоже три раза переспросили, а потом еще и у Гиздаля спросили. Ну, это было неинтересно. Но когда Ральф забывал о том, какой вопрос ему задали, он уходил именно в обсуждение футбола, от которого практически было не оторвать. Он, по-моему, начал, кстати, хорошо с хронологии о том, что в феврале ему просили сделать это аудит и кучу делала. Были на связи, я был на сборах, а непосредственно работать начался с первого на седьмого. И это достаточно хорошо в том числе объясняет, что творилось с Локомотивом в июне и самые подписания, насколько я еще не посмотрел, не проверил, но я так понимаю, с Нинаховом договоренность была как раз до первого июля. Да, Нинахов, Зинович, вот это все они еще до Рангника подписываются, еще на первом сборе, еще тогда с ними делались интервью, чего уже потом мы не могли дождаться и допроситься. Но вообще говорят о том, что Нинахов это креатура Рангника, то есть человек вполне с одобрения Ральфа пришел, и я серьезно подозреваю, что у него все-таки консультировали, спрашивали, и тоже, опять же, об этом много говорят, о том, что он был там в бешенстве, как Кирилл говорит, когда узнал о том, что ушли Иосифов и Мухин, о том, что консультировали, его никто не спрашивал по поводу продления марка, но он все-таки какие-то там консультации давал и все такое. официально приступил к работе 1 июля, но до этого был таким внештатным консультантом. Может быть, это, кстати, его и сподвигло на то, чтобы консалтинговое агентство открыть. Ну, по-моему, так и сказал, что вот я, опять же, не очень хорошо дословно все это переводили, поэтому вот здесь немножко страшно ошибиться, но вот насколько я услышал русскую интерпретацию, что... Скажи по-немецки. Как из этого интервью было? Было именно, что мы основали с Ларсом и заключили договоренность к мотиву. Ну, ты сбил вообще и с умной мысли. Вряд ли умной, но мысли. Достаточно цельной. Я тебя не перебивал. Какое у тебя впечатление рангник оставил? Вот ты его впервые увидел, человека, который общается и в целом вот ты доверяешь этому человеку по тому, что ты увидел, по тому, как он общается, по тому, как у него глазки бегали и все такое? Вот, когда он забыл, повторюсь, когда он забыл вопрос и уходил в размышления, они вот были абсолютно широкие и абсолютно схожие с тем, как я, наверное, хочу и видеть футбол. Это много говорил о том, что... Ну, это, на самом деле, все уже было, все повторялось, что игроков мы рассматриваем до 25 лет не на последний, не на предпоследний контракт жизни, а на первый, второй большой. О том, что я столкнулся с проблемой, что в Германию гораздо легче было позвать игрока. Я летал в Париж и лично разговаривал с Алексисом. Он абсолютно не хотел ехать в Россию, но у меня получилось его убедить и он убежден, что без их участия таких бы трансферов не было. Ну и, наверное, самый громкий заголовок, который получили журналисты, это было слышно, потому как активно начали все долбить по клавиатурам вокруг, это когда Ральф сказал о том, что я был невероятно удивлен тем, что скаут департмент открутывает вообще. Он несколько раз по-первых вот вообще. И это первое, с чего начали работу и начали искать игроков под необходимую позицию селения. Вообще, я сейчас у тебя небольшое противоречие услышал, потому что я читал может быть ты писал, может быть кто-то еще, о том, что Рангник говорил о том, что футболисты должны приезжать в футбольный клуб не потому, что здесь хорошие зарплаты, потому что низкие налоги и Москва красивый город, а потому что Локомотив сильный клуб, который позволит им развиваться и все такое. Но при этом он притаскивает бека бека, который в Локомотив, как вот сам Рангник говорит, не хотел. Нет ли здесь какого-то такого противоречия в его словах? Я уверен, что его заманили именно не деньгами, не тем, что это хороший город. Он много раз сказал, что наш кейс татус, ну да, наша возможность это дать футболистам молодым большое количество игрового времени в сильном конкурентном чемпионате и в игрокубку, чтобы в том числе они могли развить свою карьеру на высокий-высокий уровень, потом уехав в топ-5. Окей, еще по Рангнику есть что добавить? Еще какие-то впечатления? Еще какие-то вопросы? Если нет, то давай последний спикер это Маркус Гиздаль, который, как мне показалось, по крайней мере, болельщикам понравилось больше всего, что говорил Гиздаль, потому что это было такое вот более-менее понятное и сложившееся хорошо в болельщинскую душу вещи. Тебе как, Гиздаль? Зашел, не зашел, что говорил и вообще было ли это интересно? о, Рангнику, наверное, последний о том, что вот когда задала вопрос милинская журналистка, я подумал, ну, сейчас будет достаточно долгий тет-а-тет-а. Она, кстати, на немецком спрашивала? Да, она извинилась перед всеми присутствующими. А кто перевел ее вопрос? Точно так же в наушники? Да, точно так же в наушники. Все, окей. Это был там, всеми основные, я думаю, что когда сейчас начнет гейм-фоги, ну, прям, что-то никому интересно, мы пришли поговорить с локомотив, ну, я могу убить. Причем, она, насколько, как мне показалось, она еще немножко перепуталась с Гиздалем, потому что она спрашивала, вот вы провели первую игру, какие впечатления, и он сказал, что про Bundesliga в Баварии говорить не буду, но про первую игру скажу. Но, как оказалось, присутствующим и про локомотив тоже было не особо интересно, больше про Марка Николича и все такое. Ну, да, про Марка мы уже поговорили в контексте ролика. Тогда он сказал про игру с Рубином, что ему понравилось, что многие вернулись со сборов в разном психологическом состоянии, это в том числе была забота тренера и вообще всего стаффа, насколько я помню, еще намекал на Цорна, о том, что нужно было всех привести в хорошее психологическое состояние, подвести к игре, несмотря на то, что игра тяжело складывалась, очень доволен, что ребята играли в активный футбол, бежали вперед, и очень важно с психологической точки зрения, что у них получилось вырвать приемлемый результат в концовке. Ну и получилось, что да, достаточно плавно тема перетекла к главному тренеру, по сути, про это и сказали, и вышел Маркус, его опять начали терроризировать тем, все-таки, когда вам позвонил Ральф, он сказал о том, что немецкие СМИ скорее всего ошиблись, это было уже после какого Леонидовича, оставим это без комментариев, я все-таки больше не уверен о немецкими. Да, почти уверен, что после Урала пошел обзвон, может быть, после Марселя пошел обзвон тренеров, которые могут что-то более внятное показать на футбольном поле, потому что сложновато так продавать футболистов, но опять же, ну, для меня ну, ноль разницы, то есть вот есть миллион вопросов, которые хочется задать, и вопрос, а когда вам позвонили, он бы стоял вот примерно на миллионном месте, если бы вообще мне в голову пришел. Ну, да, можно было столько всего интересного, я там готовил вопрос про Академию Казанку, насколько она вообще нужна, учитывая, что по меркам Ральфа там уже играют те, кто не подходит вот его возрастной ценз молодых игроков, и вообще, что, как с этим делать, из этого можно было перейти к вратарям, которые не имеют игровой практики последний год. То есть ты все-таки хочешь попасть в локомотив? Я тоже не имею игровой практики последний год, поэтому мы здесь с Худяковым примерно на равных. Плавный подвел, Худяков не имеет практики, и я не имею практики, но я не буду выпускать мяч из рук. Вообще уверен, что я сыграю сейчас лучше Худякова. Но это спорно. Но уверенность. Если Дорофеев против тебя не выйдет. Продолжать. Там был просто тренировочный матч, но я не вижу двух лет выиграть. Марк сказал, что очень рад ему позвонил, ему буквально потребовалось всего день на то, чтобы дать положительное ответ, и Ральф его зажег, понял, что очень хочет принять участие во всей этой истории. Тут же пошел вопрос о том, почему всего на полгода контракт. Маркус четко ответил, что это было мое решение, я хочу не сам познакомиться с командой, а еще больше хочу, чтобы клуб познакомился со мной, и поэтому это было моим условием, что контракт до конца этого года. Это, кстати, очень важный момент, потому что нам официально, впервые озвучили о том, что контракт у Маркса Гизделя до конца года. До этого никто нам этого не говорил, только мелькали инсайды о том, что вот это судя по всему возможно. Сейчас нам об этом так, наверное, в пролет сказали о том, что контракт у меня до конца года. Это очень странно, когда представляют тренера, и то, что у него контракт вообще даже не на год, а до конца сезона, то есть до июня, об этом никто не пишет. Это очень странно, но... Ну да, мы еще возражали тему Ральфа, когда он обсуждал спорттренера, он сказал, что мы находимся в середине сезона, где у тебя нет 10-15 вариантов, я сейчас оба выбора, блин, сильно стоит картинка, тяжелый текстербекс, и поэтому, да, смотрели из тех, кто был доступен, и был лучшей кандидатурой, я так понимаю, что возможно, действительно, это как был топ-приоритет, и так и получилось договориться. В этом плане все было по плану, а не последние кандидатуры и шорт-феста. Что еще сказал Маркус про схему, что 4-3-3 это хорошая опция прямо сейчас, но я все еще пытаюсь узнать футболистов, и мы не будем зацикливаться на этом, к сожалению, мне были доступны в том числе не все игроки, поэтому вполне возможно, что и схема, и игровые позиции будут меняться. Сказал, что доволен Керком, что он здорово провел эту игру, и доволен действительно сыграть по фри-фри. Спасибо Тиму за это. Потом, да, журналист, о чем и что самое же интересное, это про Торна на скамейке, и он вообще не понял вопрос, о чем вы вообще здесь удивляетесь, это вполне нормально. А, кстати, да, вот он непосредственно я думаю, что все не понимали, что такое технический директор, Маркус и Райф называли его предприятием менеджером, тим-менеджером, и думаю, что это вполне обычная история для Бундеслиги, когда тим-менеджер находится в том числе на скамейке, он хорошо знает команду, и я рад, что находятся реально в себе благодаря мячу. Журналисты опять начали форситься о том, что это он предложил и вы не поставили, что Томас абсолютно спокойно меня спросил, я сказал, да, да, было бы круто, если есть такая возможность. Ну, я так понимаю, как Томас стал в документах аналитиком. Аналитик. Так, про Гизделя, у меня такой вот моментик, который тоже где-то проскочил, что он сказал, будто игроки к нему подошли и сказали, что они хотят играть в современный футбол, что это значит и как это было? Вы спросили о том, что понимаете, что нам вопрос звучал практически дословно, как вот вы сейчас увидели команду и хватит ли вам игроков для того, чтобы играть вот в этот футбол, который вы хотите пропагандировать и ответил, что да, на наши встречи с командой и мы поговорили с игроками, они хорошо восприняли то, что я им предложил и мои идеи и да, он сказал о том, что игроки сами подошли и сказали, что мы хотим играть как в Европе и поэтому я рад, что и клуб, и команда смотрят в одинаковом направлении относительно того, как будем играть. Но если честно, я не буду никими не инициативами и не того подобного, но много раз слышу о том, что по той же Лиге Чемпионов игроки говорят, почему мы не играем, не пытаемся играть, против нас выходят команды, которые в том числе по каких-то техническим составляющим не сильно нас превосходят, но они играют в совершенно другой футбол, которого у нас нету, почему мы не играем в тот самый прессинг, кто-то был еще и, наверное, и при Палыче, даже вот такая давняя история, я вполне даже представляю, кто из игроков команды мог такое сказать. Смолов? Ну, на Барина у нас первая функция. Еще впечатление о Гиздале в целом, вот опять же, да, мы примерно понимаем, знаем о том, что он говорил, да, если только ты не какой-нибудь еще какую-нибудь фишку не подметил, которую он сказал, но никто не заметил. Впечатление о Гиздале у меня, вот я смотрю и такой веселый немец на позитиве, который вообще счастлив от того, что с ним в этой жизни происходит, потому что он уже думал, что его футбольная тренерская жизнь это спасать еще какой-нибудь Унион Берлин от очередного падения во вторую Бундеслигу, а тут, опа, Еврокубки. У тебя вот что, как? Ну, из того, что мы же прочитали вот всех экспертов по Бундеслигену, говорили о том, что Маркус очень закрытый тренер, абсолютно немедийный, а тут было абсолютно противоположное действительно впечатление, что вот он невероятно воодушевлен, зажжен, готов со всеми общаться, в том числе это вот и на картинке МачТВшной было, где Зуба улыбается, и по нему видно, что он очень воодушевлен, и ему нравится, где он сейчас находится, и когда был вопрос о том, что вы тренер-спроситель, так достаточно развернуто ответил, что ну вот, я там тренируюсь с 27 лет, и мое первое предложение было от вылетающего клуба из Бундеслиги, я не мог от этого отказаться, но, к сожалению, из-за этого ко мне прилип такой стереотип. Он сказал, он сказал, что он тренирует с 27 лет и постоянно завоевывал медали и кубки, да, с кем-то тренерскими командами. Я обшарил весь интернет, чтобы найти хоть какое-нибудь или с какой-то там юношеской командой что-то выиграл. Нет. Не нашел. Интернет этого не знает. Ну, интернет был. Но, к слову, да, на самом деле по юношеским соревнованиям найти что-то Германии, Испании, это практически невозможно. Я как-то искал... Ну, это еще и достаточно давно было. Статистику Месси по детям пытался найти. Месси это супертяжелая работа. То есть, это на каком-то супер задрипанном 3.9 сайте, который был как раз вот тогда, в 2002 году создан чистый HTML, может быть, в каком-нибудь редакторе визуальном. В общем, то, как... Минутка рекламы, то, как в России освещаются юношеские соревнования, в Европе даже близко к этому не подошли. Та-дам! Та-дам-та-дам! И куда мы попали? Еще был, наверное, серьезный вопрос про Олег и Дима. И Маркус абсолютно уверен сказал, что я очень хочу с ними работать, они не виноваты, что главный тренер ушел, и я подошел и сказал, что хочу дать вам шанс, в этом случае так нам перевели, и они свое удушевление им это восприняли, они в штабе, они мне очень нужны, они очень хорошо знают команду, и я очень надеюсь, что вы с ними сработаете. И Ральф тоже сказал, где были они раньше, не помню, в каком контексте, но что мы вспомнил, что я сказал о том, что мы ведем когда про психологические и тактические, он сказал, что очень важно работать с молодыми игроками, давать им больше нового, чтобы они развивались не только в плане результатов, но и тактические, психологические и тому подобное, не только в тренировочных профессиональных и техниках. И вот он сказал, что то же самое и вообще со всей вертикальной клуба, что когда мы уйдем, важно, что Олег и Дмитрий научились, чтобы оставить то самое он графин за стабилити, что вот как после того, как он ушел из РБ, что клуб продолжает операция на те же на те же принципы, которые уже заложены командой административной, что Олег и Дима это те самые проводники идей, которых мы также должны учить и убеждать, чтобы клуб делал то самое стабилити. Дай бог. Вообще показалось, что как-то пресс-конференция очень спонтанно закончилась. Как-то было так? То есть вот вроде как она идет и вдруг ты написал все. Ну, к сожалению, невозможно было какие-то супер моменты выделить коротенькие, потому что... Не, ну люди понимали, что все заканчивается или просто все... понимали, потому что когда Маркус вышел, сказали, что нужно закончить ровно половину, в 35 минут Маркус должен ехать из такси, чтобы успеть на тренировку. И поэтому, когда было объявлено, что последний блок Маркуса, и все понимали, что 30 минут это все закончится, и там было такое, что давайте предпоследний вопрос, последний вопрос, на самом деле еще было с тех пор ни один, ни два. Я думаю, что все уже примерно понимали, что все идет к концу. Я думаю, что все журналисты надеялись, как они подбежали к Плутнику плавлять еще потом всех, но насколько я понимаю, Альбертович достаточно быстро ушел, а все остальные тоже как-то куда-то растворились. Меня очень удивил этот момент, потому что Плутника обступили, и на все вопросы он отвечал, что а этот вопрос Клеонченко, а этот вопрос Клеонченко, а этот вопрос к генеральному директору, а потом такой, к сожалению, они уже все уехали, и пошел тоже уезжать. Это как-то ну прям тоже странно взять и улететь с пресс-конференции. В этом плане, что по-моему, журналисты не сильно расстроились, что официальная часть закончилась, они привыкли, как они всегда делают, что после матча, ну сейчас на парковочке еще полтора часа поговорим с теми. А получилось, что ну вот действительно все, возражаете в влоге, там кстати горячее не принесли, можете попить. Что, было горячее? Стук пропустил, варенок топ, как же было. Блин. После вот в этом общении на тебя обратил внимание Александр Альбертович, это зафиксировано на видеокамерах, что-нибудь услышал, что-нибудь интересное, что-нибудь подметил опять же, или ну кроме того, что сам плутник говорил, да, опять же, это было на видеокамерах, это не будем сейчас обсуждать, там опять ничего не было, ну кроме информации про Меркеля, о том, что он ушел скорее по семейным обстоятельствам, потому что не мог уделять столько времени, сколько мы хотели от него. Ну, я думаю, что я сразу, по-моему, написал, что по этой части явно будет самая лучшая у Сева, потому что он стоял, непосредственно он с ним и общался, и снимал, то есть там его достаточно плотно облекли, я так, что я не полез, и вот он, когда уходил, остановился возле нас с ребятами с Луково-Восток и сказал, по-моему, Борис точно прокричал, о том, что... Александр Балых, мой любимый вратарь, да? После Ленина Ходюкова. Боря, по-моему, прокричал о том, что давайте чаще общаться, и обязательно будет встреча с болельщиками, а вот, кстати, и болельщики, они сюда прорвались, ну, по-моему, это все было у Сева, то есть вот в кулуарах больше ничего не было, кроме того, что я когда вышел, я услышал всех этих гурналистов, я, по-моему, уходил вместе с Нобелем из помещения, он был прям... По-моему, он был фар... Ты его не узнал, да? То есть, ну, кто-то такой вот этот, вроде где-то я его видел. Да, Нобель был прям... Фраза от Нобеля была о том, что лучше помещение устраивали, ну, я, примерно, очень недовольна тем, что никаких граммных золотов делать не получится. И вот тот изначальный накал от журналистов, что мы сейчас пойдем разрывать, он как бы был в лобби, потом загас, и опять вернулся в лобби. Я там понял, что все начали другого снимать, там, по-моему, даже был круглый стол, кто-то снимал Биги, Нобеля, Севу и еще кого-то, я постоянно забыл, как его зовут, танк-ин-сай, да. И вот они там что-то обсуждали, ну, вот мне уже было неинтересно. То есть вам дали возможность что-то хорошее сказать, что интересно спросили, попытались потыкать лицом в кто все-таки, вот кто, кто уволил Николича, кто позвонил когда Маркусу, ну, я в этом плане действительно уверен, что общение с болельщиками, оно должно быть именно более конструктивное, более интересное именно там, со спортивной точки зрения стороны функционирования клуба, потому что мне как бы вещику достаточно было все равно, потому что, ну, когда 4 недели назад позвонили Маркусу, это 2 недели, но для 1. В целом у тебя, я начал с ощущения от пресс-конференции, в целом у тебя ощущения от пресс-конференции совпали с ожиданиями, превзошли, ничего тут наоборот как-то хуже и в таком плане, что... Ну, терапия-то всех на обману, мы с тобой встретились с утра, и ты сказал, что никаких у тебя хороших предвкущений не может, это хорошо закончится. Да, было такое. но по мне так все прошло хорошо, я, наверное, мое профессионально-тираболельческое любопытство, подтверждено, удовлетворено, то есть, если вот прям четко спрашивают, доволен, недоволен, абсолютно точно доволен, я... Конечно, покормили. Я, на самом деле, когда тебе говорил о том, что... предчувствую, что будет эпик фейл, и на самом деле у меня была мысль о том, что ощущение того, что клуб и спикеры не подготовились к острым вопросам, и тогда они начнут на них отвечать, и будет плохо. Оказалось, то, что тактика была другой, они действительно не подготовились к тому, как отвечать на острые вопросы, да, абсолютно очевидные, за что уволили Марка Николича, это было, ну, один из 99-процентных вариантов того, что это спросят, но они ушли в тактику, что на это ответит вот он, и в итоге никто не ответил. Это тоже тактика, в итоге это было достаточно нелепо, но, по крайней мере, не в какой-то кринж не ушло, да, в хоть факап, как у Василия Александровича бывало, вот, так что в целом смогли как-то увернуться, но лучше бы подготовились, лучше бы просто ответили, да, здесь в этой мысли я абсолютно согласен с Кириллом, который на трансляции, которая была в Спортэкспрессе, сказал, что ну вы просто ответьте по-честному, ничего страшного нету в том, что вы уволили тренера, потому что он не подходит под вашу философию, вообще ничего страшного нету, и просто отвечайте на это, как оно есть и делайте уверенное лицо, как говорили в одном из советских кинофильмов, ты ляпай, но ляпай уверенно. Ого, какой я забыть, фильм, я лишь может тебе прислужил? Может быть, может быть, там место, говорят, освобождается, а я как раз неплохо пропагандирую. и диктатура в интернете. Я слышал, начало с тема. Все как надо. Все тогда, да, по впечатлениям о пресс-конференции больше добавить нечего? Думаю, что, наверное, да. Что-то с пресс-конференции сейчас помнить не могу. Думаю, что прям, на самом деле, я рад, что вспомнил много какие-то нюансики, которые даже ни у кого не считал. Хорошо мы с тобой в процессе диалога какие-то вещи вспомнили, отметили. Ну, давай, раз уж мы делаем подкаст, то через два дня послезавтра Голтосарай. Что ждешь? Идешь ли на матч? И прогнозик? Настроение хорошее, точно иду на матч. Вот то состояние, какое, наверное, после Марсельская, когда ненавижу футбол, вообще, зачем вы передумали мне эту игру, оно как-то прошло с подходом к домашнему матчу. Жду. Наверное, мне кажется, что я уже достаточно времени и жду ничего, в том числе особенно в Еврокубках. Там инсалацию было примерно так, что ты вот идешь на матч, и в целом готов к всем трем результатам. Наверное, здесь то же самое. Очень хочется, очень хочется, чтобы оно шло правильно. Не в плане результатов, а в плане там, не знаю, жду увидеть такого игрока, жду увидеть такую схему. Я понял, что куда. Очень жду, надеюсь, на Маринатор. Без него будет кошмар. Абсолютно точно надеюсь, что и клуб халывание и все, что можно. Ему помогли, он чувствует себя хорошо, и даже еще отдохнувший еще лучше. Я даже в какой-то степени рад, что он не играл на сборную, за сборную. Полноценный у него практически месяц получился отдыха, возможности потребоваться по индивидуальной программе. Очень надеюсь на него и очень надеюсь на Е2. Видели, что он уже тренируется, что он в Москве. Непонятно, почему он не был в Белграде. Еще один момент, извиняюсь, я встал. В Белграде, да, и не понимаю, почему журналисты не спросили ВКБ. Вспомнил момент с пресс-конференции о том, что Ракник сказал о том, что Мирончуку не могли поставить диагноз в течение месяца и что такого быть не должно. Живи там, живи, давай. Я, кстати, во время пресс-конференции тоже самое случилось, более водичный спор. А когда кашлять в общественных местах в эпоху ковида, не очень хочется. Как это смешно звучит в AirPods. Какой контекст у всего этого был и что хотел сказать этим Ракник? Что у нас много травмировано. А каверс был вот о том, что с чем я пришел в клуб. Это вот было о том, что отсутствует скалотский отдел, а еще как бы весь клуб должен работать хорошо, в том числе вот и он перешел к историю с Мирочком, что он очень долгое время не могли его поставить диагноз, он сказал, что он должен быть готов к декабрю. Нужен вернуться в расположение команды. Я так понимаю, они с Магой в одном месте сейчас восстанавливаются люди по фотографиям с похожим набором. Странно, почему тогда нету совместных фотографий? Ну, что-то не поделее. Ну, кому-то похоже, что тренажером по цвету мне кажется, где-то в одном месте примерно. было бы, в принципе, логично. Чего я жду от Голдсарая? Спасибо, что спросил. Я жду уверенной игры. Я вообще не котирую Голдсарай как сильный клуб на выезде. То есть, это клуб, ну, то есть, понятное дело, что он сильнее, чем, не знаю, наши Уфы и Арсеналы, да, но с любым клубом за исключением Зенита я в домашней игре жду, что Локомотив победит. Да, это будет ЦСКА, это будет Спартак, Краснодар, не важно. Я жду и надеюсь, что Локомотив победит. С Голдсараем то же самое. Я совершенно точно не котирую Голдсарай сильнее, чем Спартак, Динамо или ЦСКА. Он послабее, чем Зенит, но и с Зенитом мы тоже, в принципе, периодически, да, справлялись раньше. Так что, верю, надеюсь, что Локомотив, во-первых, в кои-то веки победит. Очень надеюсь и действительно жду этого. Победа нам в этом матче катастрофически нужна. К сожалению, любой другой результат нас очень сильно опрокидывает и практически лишает нас шансов на продолжение борьбы даже за Лигу конференций. Да, там нужно будет следующие три матча тогда проводить практически идеально. Я жду, что Локомотив будет играть смело и уверенно, что это не будет давление, как Марсель, который нас дома давил, как будто мы в гости приехали. И жду первого гола Керка. Мне кажется, что пара. Вот я с такими ощущениями подхожу к матчу четверга. Надеюсь, не придется огорчаться, не придется в очередной раз смотреть, как Локомотив сам себе забивает какой-нибудь тухляк, но всякое может случиться, это футбол. Все, есть что добавить, если нет, то будем завершаться. в составу. Рыбус едва у нас сильно под вопросом. Мы этого не знаем. Я, конечно, жду едва, я, конечно, жду рыбуси. Это футболисты, которые очень сильно нас бустанут, потому что при всем уважении к Технизиану пока этот футболист не на уровне еврокубков, тащеры еврокубков, а рыбус это надежная опция, которая 100% покажет свой класс и будет хорошо. Ну, а про едва и говорить нечего, у нас просто тупо нету второго центрального защитника, и тут хоть едва и хоть Мурила, хоть кто 100% поможет. Это еще и даст нам буст по защиту, возвращение бара в центральную тройку. Безусловно. Но мы об этом ничего не знаем, поэтому я об этом даже не думаю. Как оно будет, так и будет. Хорошо, если да. Если нет, значит, нужно выкручиваться, значит, нужно что-то придумать, значит, нужно что-то делать. Ну, когда не обладаешь информацией, ничего и не ждешь. Тебя не слышно было? Или ты черепа? Сажир, уже будешь смотреть из президентской. Ну, смотря, куда пригласят. Пока не знаю. Скорее всего, буду смотреть из диванной пресс-ложбы. Это самое удобное, самое лучшее, в тепле, в комфорте. Потом еще и постримить можно сразу после окончания матча, а не тратить в полночь еще полтора часа на дорогу до дома. Извините, потрясающе просто. Спартак играет в 17.30, Локомотив играет в 22.00. Шикарные еврокубковые недели в Москве. Все для зрителей. Ну, тут как раз Россию единить. Ну, в УФашнике. Да, но мне кажется, что и у УФА бы могли подумать о зрителях. Почему бы и нет? Собственно, раньше почему-то думали. Раньше, когда вся Лига Чемпионов имела один слот, один единственный слот в 22.00, там, 45.00, в Москве играли 8 вечера. Единственный вынесенный матч вообще во всем туре. Почему-то раньше думали об этом. Сейчас 22.00, в середине октября, пожалуйста, отличная идея. Благо, плюс 14 в четверг обещают. Ладно, если честно, мне больше нравится 22.00. Я в 8 ничего не успеваю. Не, мне в 8 прям идеальный слот. Я говорил, что меня бесит, когда матчи на сборах назначаются на 18.30, потому что я и домой не успею приехать к началу матча, и на работе не задерживаешься до половины девятого. В итоге, в любом случае, тайм смотреть в метро, что меня раздражает. Но, вообще, отклонились от темы. Хочу заканчивать подкаст, поэтому спасибо тебе огромное за сегодняшний день, за то, как ты провел трансляцию. Это было очень познавательно и очень информативно. Это было очень круто. Ты еще и наснимал видосики, поэтому сейчас я примусь за монтаж к тому, что ты наснимал и свои комментарии тоже добавлю. Смотрите это на Ютубе в ближайшее время. Ну, как демонтирую, как выложу, какие-то впечатления свои уже оставлю. Ну, примерно тот же спич, который у меня был в начале этого выпуска. И спасибо за то, что пришел и поделился своими эмоциями здесь. Комментарии, я не знаю, читал ты или не читал, но тебя тоже все благодарят и в общем-то больших особо вопросов не было, но... Кроведвижку, пробелок. Нет, это, это, видимо, для Ютуба оставили.